Около 200 посторонних сооружений в охранных зонах тепловых сетей. Таков результат проверки, проведённой специалистами саратовского филиала Т-Плюс в Балакове. Гаражи, торговые павильоны, детские площадки, остановки общественного транспорта, стоянки. В непосредственной близости от тепломагистрали расположены объекты с массовым пребыванием людей. И кто давал разрешение на их строительство, зачастую остаётся загадкой. Данный магазин «Гулливера» по улице вокзальной находится почти прямо на трассе. Здесь вообще все нормы и правила нарушены. Мы испытывали большие трудности в замене трубопровода. И следующий тоже самый магазин «Магнит». Они тоже построены с нарушением правил. «Магнит» тоже в 2018 году мы их предупреждали, когда ввели строительство. Но нас никто не послушал. Со всеми работали, но бесполезно. Доказать нам ничего не могли. Построились самовольно, с нарушением правил. Здесь должно быть минимум как три метра. Ещё один объект торговли, совмещенный с остановочным павильоном в первом микрорайоне, стоит прямо на тепломагистрали. В минувшем году, когда здесь проводили реконструкцию сетей, теплоэнергетики просили перенести остановку из охранной зоны. Но пока павильон остаётся на прежнем месте. Пытались мы эту остановку убрать отсюда. Нам никто не разрешил. И никто с нами не согласовывал её с этой остановкой. Чем чреват эта остановка, здесь тоже большое скопление людей находится. В любой момент может произойти также повреждение магистральной сети. И мало чему потом в дальнейшем это может произойти. Охранная зона тепловых сетей необходима для их обслуживания и эксплуатации. Поэтому и доступ к ним должен быть открыт. Более того, в случае повреждений горячая вода под высоким давлением может угрожать здоровью и жизни людей. Повредить имущество граждан, как, например, на этой стоянке, расположенной вплотную к тепломагистрали. В случае, что и теплоэнергетики здесь не смогут экстренно приступить к ремонтным работам, поскольку доступ к сетям закрывают автомобили. Согласно санитарным нормам и правилам, здесь расстояние должно до капитального строения и большого скопления людей минимум 25 метров. Всю информацию о посторонних объектах в охранной зоне теплосетей передадут в администрацию БМР, прокуратуру и Ростехнадзор для принятия предусмотренных законом мер. Но в данном случае, наверное, необходимо в корне менять подход к выдаче разрешений на строительство или размещение различных объектов, учитывая расстояние до коммуникаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова